Ремонт улицы Решильевской начали еще осенью 2017 года. Заменить планировали все светофоры, контактные сети, плитку. Работы закончились, но, судя по качеству ремонта, совсем скоро придется задумываться о новом. Вот такую тактильную плитку уложили на отремонтированной Решильевской. Не прошло и года, как тротуар можно разобрать по частям. Под опорами освещения до сих пор лежат груды камней и мусора, а некоторые светофоры держатся буквально на честном слове. Пешеходный светофор, который сзади меня находится, мало того, что его поставили посреди пешеходной части, так он еще держится на четырех болтах, под ним зазор, то есть нет никакой бетонной подосновы. Еще одним поводом для недовольства горожан стало фактическое отсутствие тротуаров. Часть пешеходной зоны опустили до уровня дороги и сделали многочисленные карманы для парковки. Когда начали эту реконструкцию, то тротуар переполовинили и нарезали парковочные карманы, которые, не знаю, зачем они здесь, кому они здесь нужны. Когда весь цивилизованный мир, наоборот, увеличивает пешеходные пространства, когда во всем цивилизованном мире в приоритетах на первом месте пешеход, у нас на этой улице просто добавили 100 парковочных мест. Главным достоинством Решильевской после ремонта по праву можно считать люки. На улице они есть двух типов – обычные и люки с сюрпризом. В начале января репортер уже рассказывал о ситуации с люками над реставрированной улицей. Тогда корреспондент для чистоты эксперимента приобрел и принес в ЖКС Портофранковский новую крышку, чтобы работники могли установить ее. Прошло три недели, но нашим подарком никто так и не воспользовался. Видимо, дело должно дойти до несчастного случая. Александра Явник, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.